Так, у нас, значит, есть вопрос из чата, который был задан Елене Георгиевне Громовой. Елена Георгиевна, если можно, даже два вопроса. Первый вопрос касательно ФТО и ГД дробь ГДФ. Если онкологическому пациенту изначально высокого риска тромбозов на диализ-зависимой стадии хронической почечной болезни был начат диализ, в связи с чем были отменены пероральные антиакены, антикоагулянты, покрывает ли гепарин в контуре высокие риски ФТО? Учисываются ли эти риски при расчёте гепарина в международных единицах в час? Или контроль и регулирование осуществляется по-другому? Да, хороший вопрос. Да, значит, вопрос хороший и сложный, и, как правило, его тоже надо решать индивидуально. Нужно понимать, что антикоагуляция в контуре, то, что больной получает в процессе диализа, обеспечивает антикоагуляцию только на время, собственно, процедуры. Если это больной, который уже находится на диализе, то, как правило, эти цифры рассчитаны заранее, они тоже у каждого пациента свои, единого стандарта нет. И эта антикоагуляция призвана обеспечить стабильность функционирования контура в процессе процедуры. И всё. И как раз очень важно, чтобы последующее действие антикоагулянта прекращалось по мере, как процедура завершится. Поэтому, если у больного высокий риск тромбоза, то надо продумывать стратегию антикоагулянтной терапии вне связи с диализом. На этот счёт рекомендаций, насколько я знаю, Оксана Васильевна, по-моему, нет. И в каждом случае рассчитывается индивидуально. Опыт показывает, что назначение дополнительной дозы антикоагулянта в день диализа очень рискованно. Всё-таки. Потому что у больного с минимальной или отсутствующей функцией почек клиренс того же нефракционированного гепарина удлиняется непредсказуемо до многих часов. Поэтому в день диализа нужно хорошо подумать, следует ли назначать. Категорически не рекомендуется сочетание разных групп антикоагулянтов. То есть если больной получил нефракционированный гепарин, то либо на время стационарного лечения продумать антикоагуляцию каким-то гепарином, нефракционированным или низкомолекулярным, но с возможностью применения протаминсульфата. То есть я бы рекомендовала сделать выбор в пользу фрагмина или фракцифорина, если говорить его низкомолекулярно. Наименее предсказуем в этом плане кликсан. Ну а с пероральными антикоагулянтами тут тоже надо очень индивидуально подходить. В процессе стационарного лечения у таких пациентов я бы, наверное, очень хорошо подумала. Спасибо большое. Мы отвечаем в чат. Если удовлетворит, то как-нибудь узнаем. Этот же слушатель задает второй вопрос касательно нефропротекции. Если пациенту при диализированной стадии ХБП решено проведение ПХТ, полихимиотерапии, наверное, при этом имеются нефротоксические в кавычках риски, оговоренные с пациентом, возможно ли как-то защитить почки? Насколько в этом плане эффективны неспецифические нефропротекторы? Тоже вопрос очень важный, и он встает практически ежедневно. Дело в том, что если у больного есть серьезное нарушение функции почек, и ему по его нозологической форме заболевания показано назначение потенциально нефротоксичных лекарственных средств, то, как правило, существуют ограничения. Если клиренскариатинины ниже 50, то, как правило, по всем признакам назначения этих препаратов не показано. И в этом случае всегда, опять же, индивидуально принимается решение после обсуждения с пациентом, после взвешивания всех вот этих рисков и возможности перевода больного на диализ по месту жительства, в случае, если такая возможность имеется в месте его проживания, ну и по целому ряду других показателей. Нефропротекция в этом случае достаточно сомнительна. И если все-таки альтернативы нет, то я бы порекомендовала, наверное, рассмотреть вопрос комбинированного лечения, то есть химиотерапии с параллельным или в каком-то режиме, это зависит от, собственно, препаратов и фармакинетики, в комбинации с экстракорпоральной гемокоррекцией, чтобы вывести вот эти потенциально нефротоксичные остатки или метаболиты. Да, эта тема, конечно, очень сложная и захватывающая на самом деле, потому что позволяет решить ряд задач, которые кажутся просто неразрешимыми. Да, потому что формально… Выскочить из этого замкнутого круга. Формально есть противопоказания, и, так сказать, проще расписаться в том, что не показывает клиренс ниже и так далее. Да, и мы ничего не можем сделать, и на этом, да, мы остановились. В любом случае нет альтернативы, кроме там цисклатина или метатриксата или чего-то ещё. Ну да. Поэтому в этом случае, конечно, очень хорошо, что эти все методологии развиваются. Это просто замечательно. Это просто замечательно. Когда в первые сутки развитие септического шока подключается, я по-простому скажу, искусственной почкой, это даёт больному огромный шанс на выживание. Это, конечно, впечатляет то, что происходило на моей памяти, и как мы, скептические реаниматологи, к этому относились. И со временем поняли, что это очень такая передовая и очень нужная, и эффективная технология. Поэтому, конечно, это очень важно и нужно. Большое спасибо, Георгиевна. Если мы ответили достаточно нашему слушателю, то замечательно. Если же какие-то есть ещё вопросы, пожалуйста, задавайте в чат. Георгиевна, не могли бы вы передать микрофон Оксане Васильевне? Потому что я всё-таки хочу получить ответ на свой вопрос, потому что я очень внимательно слушала вашу лекцию, но так и не поняла. Можем ли мы заменить уколы таблетками и перейти с антикоагулянтов, которые мы советуем колоть нашим пациентам в течение длительного времени, на пероральные антикоагулянты? Я знаю, что применение антикоагулянтов в послеоперационном периоде или во время проведения комбинированного лечения значительно удлиняет их жизнь, снижает смертность. Но опять-таки вот эти бесконечные инъекции, они никому не нравятся, и это один из факторов, который заставляет пациентов бросить это лечение, что приводит опять-таки к увеличению тромбозов и всех осложнений. Возможно ли такая опция перехода на пероральные антикоагулянты, которые удобнее и позиционируются как более безопасные, потому что у них есть точка приложения, этот десятый фактор, и казалось бы, ну в чем дело-то? Ольга Акрадина, огромное спасибо за вопрос. Действительно, появилась такая новая опция – это прямые оральные антикоагулянты. Можно на них, конечно, перейти и с первого дня лечить тромбоз, но все, как говорят сегодня, зависит от конкретной клинической ситуации. То есть они зарегистрированы как лечение и вторичная профилактика. Это отдельная ниша, потому что нет первичной профилактики. Она только может быть оффлэйбл. Она внесена в некоторые рекомендации, в российские внесена, и сейчас уже делаются попытки продолженной профилактики после операции с помощью прямых оральных антикоагулянтов. Но это только, ну как бы скажем, оффлэйбл. Потому что если брать жестко, в стационаре, все-таки последняя рекомендация, предпочтительно парентеральные препараты. Вот АСКО. Да, в стационаре. В стационаре, именно в стационаре. Во-первых, после операции у хирургически больных только парентеральные препараты. Ну даже если, я думаю, объяснение, наверное, то там и другие включают препараты. Амбулаторные. Амбулаторные, если это возможно, я считаю, что спокойно можно переходить на опероральный антикоагулянт. То есть огромная ниша опероральных антикоагулянтов – это амбулаторные больные с химиотерапией, с лучевой терапией. Это прекрасно. Если в химиотерапии есть какие-то ограничения, потому что может быть межлекарственное взаимодействие, и по нашему опыту это ослабленные больные, сильно ослабленные больные с нарушением функций печени или почек, там действительно могут вызывать выраженную гипокогуляцию прямой оральной, и потом лучше даже низкомолекулярную. А вот если больной получает какую-то ненагрузочную химиотерапию, или вообще он не получает терапию, или лучевую терапию, то там очень широкая полидеятельность. И в самом деле наши врачи широко назначают эти фронтеральные препараты. А на что должен человек, пациент и лечащий врач на месте, на амбулаторном звене ориентироваться? Надо ли сдавать раз в неделю анализы, коагулограмму, смотреть додимер, МНО? Вообще что делать? Потому что десятый фактор, насколько я знаю, вещь такая эксклюзивная, они везде её смотрят. Конечно, да. Как быть-то? Ну смотрите, отличная ситуация. Вы как назначаете? В качестве профилактики вторичной. Пациент вышел, он даже ничего уже не получает, но был тромбоз, и, как сказать рекомендации, 6 месяцев лечить тромбоз. Вы спокойно назначаете, но можно раз в месяц отследить, динамику посмотреть положительно, я считаю, где-то раз, можно сначала 2 недели. Посмотреть додимер, есть ли положительная динамика. Потому что есть пациенты в определенных условиях, когда тромбоз стоит на месте, то есть нельзя ли наши антикоагулянты, он не лечит. Тогда есть такие методы, переход на другие антикоагулянты. Есть такой метод, то есть неэффективный препарат, даже прямой оральный. Мы переходим на низкомолекулярный, получаем положительный эффект и лечим дальше. Потом можно перейти на пероральный. Если это первичный, самый простой вариант. Если он получает надобие на химиотерапию, когда мы начинали, мы даже так, пишем постоянно, что есть ограничения, совместные применения с химиотерапией, то есть даже есть противопоказания. Мы даже делаем так, что химиотерапивность интенсивная, то на фоне химии он низкомолекулярный, между химией или он ничего не получает, или пероральный. Даже такие вот эти опции есть. Этот вариант в настоящее время, кажется, разрабатывается. Но в то же время есть пациенты, которые на химиотерапии продолжают получать прямой оральный, и нормально себя ощущают. Тоже можно и на фоне химиотерапии больной должен получать прямой оральный антикоагулянт. Но можно это раз в неделю отследить. Тут даже больше не то, что додимерные значения, а при совместном применении прямых оральных. Хотя, если брать рекомендации, там описано, что не требуется никаких лабораторных анализов. Но все-таки если ослабленный пациент, можно посмотреть коглограмму, в том числе количество тромбоцитов, протрамин. Если резкое снижение добывает на пероральных, особенно реверсовании, протрамин до 30%, то есть такие случаи повышенной риски рутечения. То есть, конечно, какие-то анализы раз в неделю-две необходимо делать, чтобы оценить. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Друзья, мы закончили свою программу. И да, я очень рада, что мы сегодня так интересно обо всем говорили.